Весной 2014 года на улице Самочкина обрушился жилой дом. Жилья тогда лишились 120 семей. А в халатности обвинили действующего на тот момент главу района Надежду Рожковой и ее заместителя Сергея Белова. По материалам дела они вовремя не признали дом аварийным. Сейчас в судебный процесс в самом разгаре идет допрос свидетелей. И вот что рассказывают жильцы дома о том, как они пытались привлечь внимание властей к своему жилью. Я помню уже где-то за год, за полтора до обрушения, нас когда передали городу, девочки приходили принести мне письмо, в котором было написано, что признать наше здание аварийным. Они смеялись. Девочки пришли, сказали, что они наше письмо приняли и сказали, что да ваше здание простоит 20 лет. Оно может быть и 30 простояло, если был надлежащий ход, но его не было, понимаете, совершенно не было. Вот все текло с подвальных труб, канализация, отопление, задвижки, скорее всего, это холодная вода. Ситуация все ухудшалась, у нас на потолке образовались дыры. Мы прямо видели, я на четвертом жила, я видела пятый этаж, ну вот эту дыру возле трубы. И по ней стекала вот эта вода. И изредка раздавался треск. Этот треск уже давно был. Вот зайдешь, а там так-так-так-так временами. Ну а уж перед обрушением там так трещало. Видимо, там что-то разрушалось, уж я не знаю, я же не строитель. В последние дни она прям уже все. Она как бы двигалась. Руку можно, конечно, не кулак, но вот так вот прям руку можно было просунуть прямо в эту. Ну я потом уже, наверное, через несколько дней она и рухнула, потому что уже, видимо, стена пошла. Я считаю, что вина администрации, ненадлежащий уход за зданием, не было контроля. Мы просили, чтобы нам отремонтировали это здание. Они приняли это здание. Они должны были его и за ним следить. Мы по жилищному кодексу выдаем компенсации. То есть есть оценочная стоимость жилья, которая у них была. Если они не согласны с оценкой, то они ее обжалуют. И суд принимает решение, какое там по увеличению, либо оставляет эту оценку. И у нас уже большое количество жителей согласились с оценкой, заключили соглашение. И мы выплачиваем компенсацию. Это порядка 70 миллионов рублей. Кстати, судебный процесс по этому делу может затянуться. Опрос свидетелей, который проводится по настоянию обвиняемых, продлится до начала 2017 года. Ну а срок давности самого преступления истечет уже в апреле 2017. Субтитры создавал DimaTorzok